В рамках параллельной программы «Манифесты 10» в РАРТе открылась выставка «Ощущение другого», посвященная Сергею Курехину, композитору, актеру, магу и мистификатору. Экспозиция включает работы целого ряда художников, концептуалиста Павла Пеперштейна, некрореалиста Евгения Юфита, а также Ивана Сотникова, участника группы «Новые художники», священника, соратника Тимура Новикова «По ноль объекта», участника выставок группы «Мицки». Грибы своими спорами пронизывают мозг петербургских авторов уже не первые десятилетия. Это очень странная культура, которая сродни и живым существам, придвигающимся и мхам, и лишайникам. И есть подозрение, что эта культура паразитирует на других живых существах, как бы связывает живое с неживым, живое друг с другом. Мне кажется, вы нас как раз сейчас ввели в такой курехинский псевдонаучный дискурс. Но вот скажите, почему он представлен таким достаточно кукольным персонажем, похожим на марионетку, который одновременно является и таким олимпийским чемпионом-победителем. То есть он как бы одновременно и в советском контексте, вот такой состязательности, и в каком-то вот таком инобытие с мухоморами. Вообще лидерство, лидерство, нескромность, наглость, это свойство, ну что ли, большинства европейских художников. И от этого трудно куда-то деться. Мало авторов, которые скромно что-то такое изобретают. Но в то же время, мне кажется, Курехина все-таки нельзя упрекнуть в такой чрезмерной амбициозности. Он же уходит из аквариума как раз вот перед накалом, перед тем, как они стали такой культовой культовой ленинградской рок-группы. Предысторию поп-механики. Мне вспоминается высказывание Тимура Петровича Новикова такое, что это было тогда, когда Сергей Курехин был малоизвестным джазовым музыкантом. Ну, это тоже очень хорошее название. Ну, конечно, поп-механика был прорыв. Я помню первые концерты, когда Сергей звал на сцену множество друзей и музыкантов. Это было очень весело. То есть вот эта жизнь, к сожалению, то есть не то, что к сожалению, может быть и к счастью, что ее больше нету, да, вот такой. В ней был какой-то совершенно удивительный такой акцент Бошатунмани за деньги, которого сейчас уже фактически нет нигде. Ну, зато какая-то наступила широта возможностей. Распустились сотни цветов, выросли тысячи трав.